Алина, добрый день! Добрый день! Мы записываем с вами очередное видео и, как всегда, вопросы от наших зрителей, читателей и слушателей. Первый вопрос. Алина, каково ваше мнение о людях, покинувших вчера и готовых покинуть Россию сегодня? Ну, во-первых, покинуть Россию это не критерий вообще человеческих качеств. В принципе, это речное дело и право каждого человека. Более того, в глобальном мире чем-то жить где угодно, понятие Родина, в общем-то, размывается. Другой вопрос. Конкретно о каких людях речь? То есть, если речь идет, например, о людях, которые подвергались и подвергаются конкретным политическим репрессиям, то, естественно, их выбор понятен и не осуждается. Если речь идет о людях, которые были инкорпорированы в систему и пытаются сохранить свои активы, заняв другую сторону, чуя, что система разваливается, и эти люди начинают нас поучать, как нам жить и как нам бороться, это уже немножко другая история. Таких людей, к сожалению, много. Очень много тех, кто просто бежал в панике, то есть не чисто по политическим мотивам, по мотивам политического преследования, а все побежали, и я побежал. И совершив такой поступок, им надо как-то его рационально для себя обосновать. Чем занимается русская эмиграция в этом случае? Она пытается, опять-таки, учить нас жить из-за границы, простить, пожалуйста, получайте лучше ваших паучат. Я общаюсь с людьми, кто там находится, но это политики, их мнение мне интересно, а мнение каких-то людей из области культуры, мнение людей, которые просто пытаются сохранить свою репутацию, как-то очень неловко, оно... вы потеряли здесь все. Вот вы говорите, интеллигенция, интеллигенция, а чем так крутая интеллигенция? Вы ведете дискуссию о том, что... Значит, идет дискуссия о том, что один известный журналист назвал оставшихся здесь чуть ли не орками, и идет дискуссия о том, как же ты можешь прочитать себя к людям со светлыми лицами, разве не вы все это вообще учинили? Господи, даже учинили это все не вы. Вы занимались своими личными проблемами, вы занимались проблемами тусовочки, вы продвигали исключительно себя, и даже сейчас в ситуации так называемой спецоперации полного вообще инферно-апокалипсиса, вы делаете то же самое. Вы продолжаете продвигать самих себя, и при этом вы рассчитываете иметь какое-то общественное значение и влияние. Простите, пожалуйста. Вообще, вот сейчас мы видим, кстати, на основе похорон Жириновского, это очень стало заметно, что российская жизнь последних лет, последних 20 лет, это точно, состоит... Эк 90-е состояло из аферистов. Да, правда, это правда. 90-е были лучшим временем, но и в нем было очень много аферистов, комсомольцев, ставших коммерсами и так далее. Но это были аферисты, удачливые, большей частью, относительно человечные, относительно разумные. Поэтому мы получили демократию и либерализм, пусть не идеальные, но хоть какие-то. Это были свободы, да. А остались в результате негативной селекции исключительно аферисты-неудачники или аферисты, совершенно провластные, но подобные клоуну Жириновскому, да, его братва. Посмотрите на снимки, кто его окружал. Это недобитая гопота и бандитики из 90-х. Старые, отечные, страшные, еще каких-то геев из себя изображающих. Посмотрите на геев красивеньких и модненьких, с прекрасных обложек западных журналов. Посмотрите на их в Берлине, в любой стране и посмотрите на этих выродков. Извините, я немножко это ушла от темы. В общем, некритичность в отношении самих себя и агрессивная, навязчивая критичность в отношении других и полное непонимание своих реальных, а не мнимых статусов это, конечно, беда советской интеллигенции и ее проклятие. Таким путем вы ничего не получите, но мне что, мне меньше конкуренции. И то правда, Алина. Раз уж вы помянули Жириновского, вкратце скажите, какова была роль этого персонажа в истории России, каким он войдет в, так сказать, в летопись смутного времени. Кто он такой? Знаете, я на данный момент не готова говорить об истории России, как о каком-то радикальном непрерывном процессе. Нам сейчас надо понять, будет ли Россия вообще существовать, хотя бы в том виде, в котором она существовала, после так называемой спецоперации. Может быть, уже никакой России не будет, хотя я категорически против. А в истории же той аферистической России, которая получила полный карт-банш на свое существование с момента прихода к власти гаранта, этот человек будет иметь исключительно негативную роль. Это просто жулик, жулик с истеричными бабьями, повадками, смердящий, плюющий, похожий на какую-то жабу, сделанный то ли, вспомните, голем, сделанный из мрамора и манной каши советского детства, трясущееся желе и трясущийся некрохолодец. Похоже, что он был мертв задолго до своей и как объявленной, так и фактической смерти, потому что есть мнение о том, что он умер куда раньше, и там то ли его пытали насчет каких-то его архивов, то ли делили его наследство, то ли, что вернее, и то и другое. Политики в России нет по той простой причине, что люди шли в политику не за властью, не за политическими изменениями. Люди шли в политику за привилегиями, вот за этими отечными мальчиками, дядечками, за деньгами, за квартирами, за роскошью, которые ничего не дает. Жириновский даже не выглядел здоровым, он не выглядел довольным, он в принципе не принадлежал себе, подписавшись на ГБшную аферу под названием ЛДПР. Кстати, это полная профанация либеральных и демократических ценностей именно с этой целью она и задумывалась изначально, потом, конечно, уже играла другую роль. Так вот, подписавшись на это, он в принципе подписал себе приговор в том смысле, что норм, он просто заложник жанра, он абсолютно несвободный человек. Кстати, было бы правильным говорить о желании и власти, вот я его как бы никогда не скрывала, мне нет, я считаю, что мы не должны обмануть друг друга, я избиратель, избиратель меня, мне интересна идея власти, в принципе, я знаю, как я хочу ей воспользоваться, я хочу ей воспользоваться на благо людей. Кто же говорит о благе людей? Не желая власти, это либо аферист, либо лицемер, потому что желание власти это основное политическое желание, именно за власть идет политическая борьба, а не за абстрактных блага, которые внушали со времен ленинского комсомола и пионерии. Ну, как говорится, по Жириновскому более-менее понятно, прах к праху, и переходим к следующему вопросу. Многочисленные критики сегодняшнего российского режима, насколько они готовы участвовать в реальных событиях по изменению ситуации, имеют ли они волю к власти? Ну, опять, я кажется, мы отдельно в чеке, но мы говорим отдельно, я тут не хочу об общении. В целом, такой коллективный портрет отчаянного критика современной России. Ну, этот человек в белом пальто, и, как правило, люди, которые учат справедливости часто, а, как правило, и всегда, удалены от реальной возможности ее восканавливать, поэтому возвышаться над красно-коричневым пейзажем в белом пальто, в принципе, не имеет никакого политического смысла. И вот такой вопрос. Люди очень заинтересованы в ваших эфирах с Лизой Готфрик, и когда будет следующий эфир, если можно, вкратце, может быть, вам известна тема его? Тема это жертва, 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 все, что связано с жертвой. Можете присылать свои вопросы уже заранее. Роль жертвы, как общество реагирует на жертву, почему сам человек хочет быть жертвой, травмы, но все, что с этим связано. Эфир будет записан в понедельник вечером, и выйдет также, либо в понедельник вечером, либо во вторник утром. И я напоминаю всем нашим зрителям и слушателям, что помочь развитию нашего канала вы можете по реквизитам, указанным в описании этого видео. Алина, пару слов. Вот непрекращающийся интерес к вашей книге «Цивилизация хаоса», люди странные, конечно, задают вопросы, где ее купить, но это же легко ищется. Скажите еще раз, где ее приобрести? Мы ставим объявление, я еще раз ее покажу, мы не всегда ставим так, что там, то есть иногда я указываю только свои реквизиты и адресы, иногда я указываю Ридеро, это сайт, на котором можно приобрести, есть еще несколько сайтов в интернете, но, наверное, мы будем вешать объявления чаще, но на самом деле это не очень корректно и красиво делать на фоне происходящих событий, поэтому я благодарна всем, кто покупает книги и таким образом также поддерживает наш видеопроект, благодарна также всем, кто поддерживает видеопроект по себе, я, кстати, тот редкий человек, который ни разу в жизни не работал на это государство и не собирается это делать ни при каких обстоятельствах, но если только власть здесь не переменится и не станет нашей, да. Эта позиция, кстати, очень раздражает многочисленных врагов моих, потому что все более-менее как-то прогибались, да, но тем не менее факт остается как-то. Вот тогда скажите, пожалуйста, в принципе, идея государства, как вам видится сегодня, то есть она размывается, скажем так, волнами времени, происходит ли перемена в глобальном смысле, что государство фактически перестает существовать и происходит некая такая корпоративная такая уже концепция развивается, что государство утрачивает постепенно свою роль. Ну, в некотором роде это происходит, но эта тенденция не абсолютно, не окончательная, она не победит, государства останутся, я не анархист ни разу, просто, возможно, их форма существования будет другой, более гибкой, я надеюсь, что все-таки более либеральной, более дружественной по отношению друг к другу, я думаю, что эта история с этой спецоперацией поставит точку в милитаристских и деструктивных настроениях еще как минимум, ну, я не идеалист в отношении человечества, поэтому, ну, как минимум на полувека, вообще стоит заметить, что люди не усваивают те уроки, вообще больше всего не усваивают те уроки, которые прилежно учат, ведь сколько заучено про Вторую мировую войну, про, можно ли писать стихи про Адорна, ну, пишите же, Господи, то есть, это все такое превратилось в такого рода лицемерие, мир постмодерна, он, конечно, сделал свое дело, мы не воспринимаем воины всерьез, даже когда люди гибнут на наших глазах, я боюсь, что даже когда гибнут, я боюсь, что если сейчас в мое окно полетит бомба, я буду делать селфи, я аутрирую, чтобы было понятно, как реагирует современный человек на происходящее, я не говорю, что это плохо, это нормально, это факт, но нельзя никогда идеализировать человечество и нельзя думать о том, что какие-то деструктивные вещи научат его поведению в будущем, какому-то гуманному, иррациональному, я думаю, что больше значимости имеет, пусть это прозвучит цинично, но это факт, куда больше значимости имеет не столько просвещения и не столько вывод, деструктивные действия и трагедии, из которых человек должен делать выводы, как там, например, из русской культуры с русской культурным страданием, и из реального страдания, повторюсь, сколько важно благосостояние, демократия, либерализм и нормальное существование, только человек, живущий в нормальных условиях, имеет возможность нормально реагировать. Человек, живущий в ненормальных условиях, при социализме, в нищете, среди пропаганды, среди безумия пропаганды, среди культа литературы и культуры связи с отавтологией, при отсутствии цивилизации, он, как правило, нормальным быть не может, и страдания культура ничему не выучивает. И вот такой вопрос из предыдущих у меня возник. Можно ли так сказать, что люди, которые, допустим, участвуют в спецоперации, они же прекрасно понимают, что такое война, они, может, даже лучше и нового обывателя знают, что это, но, тем не менее, они идут участвовать в том, что может горзить им гибелью. И вопрос такой, означает ли это, что их жизнь, их текущее благосостояние страшнее тех ужасов, на которые они подписались? Иначе как объяснить? В некотором роде так, потому что кого нет в офшорных зонах денег, там нечего терять. Я опять утрирую. Ну, это примерно так. Люди не ценят жизнь. Более того, чем больше они слышат про ценность жизни, и чем больше они живут, достаточно прожить 18-20 лет. И понять, что-то в этом не то. А где она, реальная жизнь? Так её и нету. Поэтому они так тянутся там грабить, что-то получить. Это же всё символические жесты, когда забирают, я слышал, что забирают убитых витамины и технику и какие-то вещи. Это концептуальная акция, это декларация такого нищего зомби, о том, что он хочет иметь, а не быть. Потому что ему не давали иметь. Да, это, конечно, действительно страшно. И, в принципе, да, действительно, благосостояние может это изменить, но вопрос, опять же, в том, насколько люди будут готовы это принять. Потому что то, как они привыкли жить, вот привычка к жизни, к той жизни, в которой они живут, если это так можно назвать, она, к сожалению, сильнее всех тех благ, которые они могли бы получить, не участвуя в сомнительных геополитических авантюрах. Очевидно. Ну и, пожалуй, все на этот, в этом видео у нас закончились вопросы. Присылайте ваши вопросы на на e-mail, вконтакте, в фейсбуке, где угодно. Мы будем ждать и с удовольствием на них ответим. Спасибо вам большое, Алина. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Отлично. До свидания.